Вот сегодня у нас такой интересный разговор, как социалка все говорит о прошлом. Вообще это неправильно. Я хочу говорить о будущем. Я не настолько крут, чтобы говорить о том, что будет через сто лет, но я поговорю о том, что будет через десять. Давайте представим, что может быть через десять. Я открыл интернет, когда встал с утра. И ровно десять лет назад Стив Джобс покойный представил идею айфона. Еще через полгода айфон пошел в продажу. Я напомню, что вслед за этим произошло огромное преобразование сферы коммуникации и потребление производства, в первую очередь услуг. То есть десять лет назад в мире не было рынка мобильных приложений. Сейчас это порядка нескольких процентов мирового локтора. Ну, разные оценки есть. Возможности сравнения выбора услуг. Которые, ну, вот выбор услуг, куда пойти поесть, так сказать, где починить обувь и так далее. Все это ограничивалось узким кругом знакомых. Какие ценовые последствия от этого можно долго оценивать. На качество жизни выросло даже у самых бедных. Вот за эти десять лет цена услуг снизилась на десяток процентов. А порядка услуг на половину. Качество услуга выросло. Мы говорим сегодня, что сорок процентов россиян могут быть отмечены к среднему классу. Это люди, которые тратят на необходимые или предписанные расходы меньше половины своего дохода. И, соответственно, могут выбирать и выбирают, как минимум, сферы потребления. Многие в производстве выбирают их в образовательных проекториях. Но если бы технологии застыли на уровне 2000 года, у нас среднего класса было бы значительно меньше. Как минимум, на десять процентов меньше. Таким образом, социальные проблемы определяются развитием экономики не только с точки зрения размера и распределения доходов, а еще с точки зрения технологий. И мы должны ожидать с вами не сокращения и даже не замораживания среднего класса в России, хотя многие вот об этом говорят. Сейчас будет сжиматься, вот он сжимается. Он действительно локально сжимается. Но десятилетненько с какими мы должны готовиться к его расширению. Экономика, в свою очередь, определяется социальной сферой. Не только качественному количеству человеческого капитала, который соцсфера создает и поддерживает, но уже 50 лет как произошел исторический переворот. Экономике стал выгоден не дешевый, а дорогой работник. Платежеспособность спрос населения выступает на виду с этапом одним из двух источников роста экономики. Мы об этом часто забываем. Россия сегодня вступила в период роста за счет внутренних источников. внутреннего спроса. Поэтому идея подстегнуть рост за счет замораживания трудовых доходов является, мягко говоря, беззарукной. То есть люди мыслят получением дешевых кредитов на ближайшем производственном цирке, на свои предприятия, которые под водой. Дорогой труд, понятно, что он важен не сам к себе. Он важен как труд более производительный. Премия для высшего образования в России удерживается на уровне 60 процентов. Она является одной из самых высоких среди развитых стран. Уже с начала нового века, с 2000 года, мы один из лидеров по ожидаемой продолжительности образования. Мы входим в верхние 20 процентов стран. При этом очень быстро растет доля работников с высшим образованием. В 2000 году, по слушайте цифру, в 2000 год из 100 занятых высшее образование имели 22 человека. В 2015 год 32 человека. К 25-му году в занятых, имеющих высшее образование, будет около половины. И Россия станет практически мировым лидером. И в этом наш исторический шанс. И в этом основной вызов для нашей экономики и нашей социальной сферы. Дело в том, что человек с высшим образованием относит себя к среднему классу автоматически. Он ищет работу с высокой самостоятельностью, с возинтересным социальным окружением, с возможностью профессионального личностного роста. Мы все это знаем и наблюдаем. И этот плюс ожидаемый прогресс технологий даст 25-му году в России или потенциал для колоссального экономического рывка, или структурный социальный кризис и массовую миграцию. Вот от правильного выбора экономической и социальной политики сегодня зависит больше, чем в период программы греха. И больше, чем в период программы 2020, которую мы писали в 2010 году. Потому что тогда, в 2000 году, был восстановительный рост. В 2010 году был рост за счет экспорта. И мы не ощущали, что он может оборваться вот так, как он оборвался. А сегодня нам надо экономику перестраивать. И поэтому, действительно, от серьезного обсуждения возможностей и стратегий зависит гораздо больше, на порядок больше, чем раньше мы должны это понять. Какие драйверы роста я вижу в социальной сфере? Первое, конечно, я уже об этом говорил, значительный рост доходов. До 40% реально могут выиграть потребление. При этом дополнительным источником потребительской социальной свободы в России является сохранение бесплатного образования, бесплатной медицины, сохранение на предъемлемом уровне пенсии. Если бы в стране были другие модели финансирования этих сфер, например, модель была бы 3-4 года, провел бы реформы, то, что он не успел в 1992-1995 году, и социальной сферы. Размер среднего класса на нафиг был бы меньше. Он составлял бы 25% всего населения в университете. Это, разумеется, если бы трудовые доходы оставались бы такими же. А, можно, конечно, предполагать, что заработная плата бы выросла, рабочий класс бы боролся и включил бы в себя за 20 лет часть нынешних социальных платежей. Наверное, что-то среднее было. Но с большой вероятностью это могло и не случиться. Ведь был экономический рост в 15 лет. Ситуация экономического роста в нераспределенном доходе. В первую очередь распоряжается предпринимательным. Поэтому мы должны... Вот Шмаков говорил о социальных завоеваниях. Я его с другого... Слева и справа говорим об одном и том же. Так редко бывает, да? Но мы говорим об одном и том же. И с точки зрения защиты интересов. Трудящие, и с точки зрения защиты интересов экономического прогресса общества в целом. Ну... Ну... Вот это первое. Это первый драйвер. И этот драйвер желательно сохранить. Как мы его будем сохранять в наступившие 10 лет, это второй вопрос. Но этот драйвер желательно сохранить. Так как мы не должны от него отказываться? Второе. Это, конечно, массовое высшее образование. Это мощнейший драйвер, я о нем говорил. Оно задает повышенные требования к работе социальной среде. Мы ни в коем случае не должны отказываться от массового высшего образования. Но мы его должны подкрепить профессиональными стандартами, о чем сегодня даже говорилось. И третий драйвер, который мы имеем, это удачная миграционная ситуация. Это диховая рабочая сила для социальной нагрузки. Нижние 10% нашего рынка труда сформированы внешними или внутренними трудовыми мигрантами, которые получают на 20-25% меньше. Где предприниматель не платит социальных платежей, никаких за них, он никогда не откажется. Никогда не перейдет, пока они есть на российских работниках. Это просто не предоставимо. Там где-то есть. Мы все представляем себе эти факторы. И следующее, это тормоза. Поскольку такое было домашнее задание драйвера тормоза, я сказал о тормозах. Первое, конечно, это низкое качество охраны здоровья. Мне кажется, что у нас... Ну вот мы долго разводим руками по поводу совершенно безобразных ситуаций с массовыми смертями. Ну, я говорю не только о медицине, нисколько о медицине, а вот скорее о охране здоровья в широком смысле, в образе жизни. Это серьезный тормоз. Он лишает Россию примерно 10% потенциальной рабочей силы, которая просто выбывает за период вхождения рабочей жизни, не доживая до пенсии. Второе, это очень серьезный тормоз. Это неэффективные пенсионные системы и системы ОМС. Они препятствуют развитию страхового и финансового рынка. И уже сегодня не востребуются двумя верхними децами населения по доходам. Нам надо их перестраивать. Я вот вначале сказал, что они позволили нам сохранить даже развитие. Но, собственно, сегодня они начинают превращаться в тормоз на людей, в котором они есть. Третье, это неготовность работников инвестировать в повышение квалификации, в приобретение новой умения. Это еще одна темная сторона нашего достижения. Вслед психологии бесплатность в образовании вообще. Я знаю бесплатное образование, по-своему я об этом скажу. Но у каждого достижения есть свои негативные стороны. Вот эта вот негативная сторона у нас по сравнению с развитыми странами, где-то 40%, а в Швеции и 60% взрослых учатся в данный момент. У нас учатся меньше 10%. Ну, по некоторым оценкам, если досчитывать до 15%. Это очень мало. Это в три раза меньше, чем в Европейском Союзе. Мы страшно отстаем, потому что технологии постоянно меняются. И если человек не желает обучаться сам, не думает об этом, не инвестирует сам, не ищет того, кто за него заплатит, это очень опасно для экономики. По-человеку, это плохая сторона хорошего явления, которое называется привычка населения бесплатного образования. Следующий фактор – это отсутствие хороших сигналов о качестве работника на рынке, когда максимум об этом говорил. Это отсутствие простандартов. Мы сейчас быстро пытаемся догнать. Иногда мы и с Максимом Анатольевичем, и с Александром Николаевичем этим занимаемся. И иногда получается блинком. И часто получается, наверное, четверти. В случае простандартов они не востребуются рынком взамен. Ну, значит, переделываем мы им. Самое главное – быстро это пытаться делать и предлагать это дело рынку. У хорошего работника должны быть шансы на то, что он увидит, оценит по справедливости. Вне зависимости от того, в каком регионе, в какой компании он сегодня работает, а когда он будет готов инвестировать в свою квалификацию. Поэтому, в первую очередь, конечно, нам надо стандарты развивать там, где они имеют рыночный характер. Тогда они востребуются рынком, где работодатель заинтересован, его ИХА заинтересован в том, чтобы эти постандарты иметь. Мы слишком увлеклись стандартами в простом исполнении примитив бюджетному сектору. Последний, нет, предпоследний промысл – это сохраняющий сектор бедности. Он часто не совпадает с низкой социальностью. У нас есть бедность во всех странах, которая совпадает с низкой социальностью. Вот то, что у нас, то три эти бедности не совпадают с низкой социальностью. Это семьи с детьми – это матери-одиночка, которые недостаточно получают поддержки от государства. Это, конечно, реальный тормоз, потому что дети этих семей не получают достаточных шансов для того, чтобы быть эффективными работниками, высокообразованными работниками. И есть еще один тормоз, которым я скажу последним – это сохраняющийся нелегитимность и неравенство в глазах веселения. Вот Максим Орешкин недавно давал первое свое интервью, коммерсант, помню. Он сказал, что вот из социальных проблем у нас главная проблема – это бедность, а не неравенство. Я считаю, что у нас проблемой является и бедность, и неравенство, потому что психологически люди до сих пор, значительная часть населения, не увидели, что богатые тоже несут социальные расходы пропорционально своему богатству. И в этом отношении социально-политическая атмосфера в стране, она все время будет подталкивать нас к крайне левым решением. Просто потому, что у значительной части населения, по крайней мере 60% нижней подохода населения, сохраняется ощущение несправедливости. Нам надо это ощущение как тормоз убирать. Причем убирать его так, чтобы это не остановило рост экономики, конечно. И источники роста или стабильности, которые грозят стать тормозами. Они не были тормозами, вот все эти, вон, 15 лет катерского роста, но они сейчас грозят стать тормозами. Я вижу три. Первый – это огромный неформальный сектор. Огромный неформальный сектор. У нас туда вымывается по несколько процентов в год людей из крупных предприятий. И он стал реальным препятствием для существования, дефинансирования социальности. Он, в общем, является серьезным препятствием. И для качества рынка труда, для качества простандарт, востребованности, просто чего угодно. Нам надо эту систему демонтировать. Есть разные мнения, и в том числе в высшей школе экономики. Часть наших трудовиков от Ольга Юрьевна хорошо и знает. Говорят, что это замечательная деятельность. Это позволяет нам развиваться без серьезных потрясений. Но мне кажется, что сегодня мы должны сказать себе, что для будущих десяти лет нас ситуация медленного пополнения неформального сектора больше не устраивает. Мы должны эту ситуацию оборачивать. Второй такого рода новый тормоз. С 20-го или с 25-го года не знаю, но совершенно точно сложившаяся миграционная ситуация перевернется. Она из источника роста российской экономики станет источником его отставания. Дело в том, что миграционные потоки, традиционные для нас, это вот 7 миллионов трудовых мигрантов, они сейчас могут перейти в другие страны. Начали уже активно переходить от арабские страны, это европейские страны. А такой демографический вызов для нас. Наша демография поддерживалась плюс 300 тысяч человек в год миграционный приток. Слушай, он кончился. У нас отечественники кончились. Как мы с этим будем работать? Как мы будем работать с тем, что у нас сопрощается количество трудовых мигрантов, которые готовы работать в нашем ЖКХ, которые готовы работать в нашем строительстве и так далее. Оно сокращивается. По крайней мере нам надо повернуть усилия миграционной службы, которая инстинктивно до сих пор работает на зажим для стимулирования миграционного притока. И третий новый тормоз. Это квазобесплатная для работников система пенсионного социального медицинского страхования. Понятно, что она квазобесплатная. Понятно, что все равно это не доплачивается работнику. Но отсутствие собственного вклада работников не дает возможности эффективно развивать и увеличивать пенсионные медицинские накопления. Последнее, что я хотел сказать, это проблема ресурсов. Мы традиционно, когда говорим о социальной сфере, говорим, что вот у нас есть бюджетный пирог, мы должны применить эти ресурсы. У нас есть не только бюджетный пирог. У нас есть средства населения, у нас есть средства работодателей. Но я думаю, что мы должны сделать следующее. Нам не хватает сейчас примерно 1% УЗУ образования. Нам не хватает сейчас примерно 2% УЗУ здравоохранения. И, в общем, для того, чтобы и верхние 2% получали бы, для них существовала бы пенсия, нам, в общем, не хватает еще в нынешней пенсионной системе, ну, наверное, где-то полпроцента, может быть, одного процента УЗУ. Откуда все дело можно взять? Первое, поскольку бюджетный пирог очень ограничен, он и будет ограничен в ближайшие 10 лет, нам надо выбрать. Я бы выбрал образование. Нам надо сохранить бесплатно для всего населения образование всех уровней. И бесплатно надо иметь систему эффективной социальной помощи ответственным семьям. Для этого необходим 1% УЗУ из бюджетных источников. Любой перевод на большую платность со странами населения образовательных сервисов, нам нужно быть плохим выбором, потому что образование является самым активным источником экономического роста сейчас. Второе, это заплатежи работников. Пенсионная система, медицина. Про стандарты, де-факто, для тех работников будут страхования и безработицы, о чем смогу говорить. Это может дать дополнительно 1% УЗУ от работников, и 1% УЗУ все равно требуется в бюджете. Я думаю, что дополнительно откладывать, как часто обсуждаются еще 1% работодателей, в нынешней ситуации низкой инвестиционной активности просто нельзя. Хотелось бы, но нельзя. Третьим, это переход по увеличенной шкале НДФЛ. Это даст еще 1% УЗУ. Я думаю, что это мера, которая не должна быть подобием того, что в европейских странах 50%, 49% верхний уровень доходит. Максимум 20% у верхних 5% работников, получающих там больше 150-200 тысяч в месяц. Но это психологически разрядит ситуацию. То есть это, если хотите, некоторые жесты общества, жесты государства по отношению к тем, кто зарабатывает мало, кому не повезло. Показать, что те, кому повезло в их глазах, те, кто добился больше, они вкладывают больше. Вот этот минимальный шаг, как мне представляется, тоже необходим. Конституционная реформа, повышение пенсионного возраста, сокращение досрочных пенсий. Я напомню сейчас, да, там 52 года среднего фактического выхода на пенсию. 54. Вот. Это даст примерно 2% УЗУ на рубеже 28-30 года, если быстро идти. Но, как я уже сказал, нам нужно добавлять в пенсионную систему переходя к накопительной пенсии. Еще минимум полпроцента. А я надеюсь, что средний класс будет расти и нужно будет добавлять процент. Но, слава Богу, новый пенсионный систем, это сделать самый средний класс. Спасибо. Спасибо.